Ну что, давайте потанцуем, как говорится в моей рубрике. Давайте потанцуем, так ее и назвал. Буду знакомить вас с самыми различными стилями и под стилями танцев со всего мира. Тебя тоже, кстати, буду знакомить. Очень интересно, очень рада. Да, откуда они появились, под какую музыку они танцуются, где и кто их зародил. И даже над некоторыми вместе попрактикуемся с тобой, поэтому можешь пока начинать разминаться. И начать я бы хотел свою рубрику с одного из самых зрелищных видов танца, и даже иногда шокирующих стилей, это «Электрик Буги». Или в простонародье «Танец робота». Так, сразу? Ой. Не углубляясь далеко в историю, можно сказать, что абсолютно бесспорным фактом является то, что настоящий танцевальный прорыв случился в начале 80-х годов. Представляешь, когда весь мир узнал о существовании нового танца, ты про такое слышала, называется он «Брейк Данс». Именно под этим брендом, объединившим столь разные стили уличных танцев на тот момент, этот танец завоевал сердца миллионов и распространился по всему миру. До этого времени многие стили этого танца существовали разрозненно, пережили даже пик своей популярности, свой спад, развивались, менялись, и, наконец, волею судеб слились в единый конгломерат в Нью-Йорке к началу 80-х годов. Одними из первых в истории термин «Электрик Буги» для обозначения стиля своего танца стали применять небезызвестные «Харлем Поп Локерс» в 1972 году. В СССР из-за всем известного «железного занавеса» все произошло еще более неожиданно. Ты представляешь, так уж получилось, но все стили, несмотря на то, что все это был брейк-данс, разделились, и «Электрик Буги» обозначал, по сути, свой вейвинг, это различные волны с английского, да, вейвинг, и глайды, то есть скольжения все различные. И, как бы странно ни звучало, именно благодаря вот этому занавесу этот стиль в СССР приобрел свою выраженную индивидуальность, в поисках которой наверняка находятся многие танцоры и до сих пор. Потому что быть уникальным в своем стиле, вот ты можешь посмотреть сейчас вместе с нашими зрителями на экран, как они двигаются, это, ну, смотри, он... И вот я тоже сейчас должна буду так двигаться? Ты сейчас будешь повторять, да, мы сейчас с тобой за 14 секунд это выучим, и ты 15 потанцуешь. Ну, да. Я сомневаюсь, конечно. Как видишь, как я сказал ранее, этот стиль танца выглядит очень иногда пугающе, потому что человек может так сильно... Энергичненько. Да, владеть своим телом, что не похоже, что это человек, кажется, что это может быть даже и робот. Классно. Как следует из названия, танцуется он под электронную музыку, это может быть брейкбит, электро, техно, минимал, драм и бейс, электрофанк и так далее, в общем, все, что звучит как-то поэлектронному. Ты танцевать умеешь? Я? Ну, вообще, да, наверное. А ты? Вот именно с этого стиля танца я и начинал свой танцевальный путь. Я танцевал, наверное, сколько себя помню, вот сейчас на экране. Это я танцевал на университетском конкурсе и занял первое место со своей полуимпровизацией. Вот смотри, что я мог тогда делать. Сейчас я, конечно же, уже, наверное, деревянненьким стал. Но сегодня с тобой будем вспоминать, что такое танцы. Я думаю, что что-то из этого я вспомнил. Давай, наверное, немножечко о самих движениях. Уже пора, да? Да. Готова? Конечно, всегда готова. Пойдем со мной там, где у нас побольше места. Давай. Смотри, в общем, как и в любом стиле танца, в электрикбуке или танце робота тоже есть свои базовые движения. Это вейвинг, то есть это все различные волны. Вот, и теперь в другую сторону. А я в другую не умею. Просто в руку и наверх сделаю. Сейчас мы вернемся к этому движению. Я плечу тут не буду. Я сначала расскажу, ты пока просто пробуй. Я пока репетирую. Это электронные движения, когда ты танцуешь как робот, изолируя конкретные части тела, при этом оставляя движущиеся везде другие. Это все возможные глайды и слайды. Это все, что мы делаем на наших ногах, скользя по сцене. Как будто на коньках? Давайте посмотрим. Давай я покажу, как это делается правильно. Смотри. Давай. Мы выпрямляем обе руки вот так. Друзья, повторяйте вместе с нами. Еще одна зарядочка утром. Сначала опустили, расслабили кисточки, подняли, опустили, подняли локоть, выпрямили руку и подняли плечо. То есть у нас волна потихонечку уже пришла сюда. Ага. Так ты делаешь вид, когда ты не знаешь ответа на вопрос, да? Да. Я не знаю. Я не знаю. Дальше волна переходит в другое плечо, то есть это плечо уже поднимается. А, потом локоть и кисть. Да, локоть и кисть. Попробуешь еще разочек? А можно только вот в эту сторону? Я, в принципе, тут и не нужен, Катя, сама все умеешь, да. Ну, это все, что я умею. Давай, давай, давай еще раз вместе. Сначала в одну сторону и раз, и в другую. Вот видишь? Друзья, надеюсь, что у вас тоже это получается. Хочу сказать, что именно волны это очень-очень-очень неправильно. Ой, их можно пускать где уходно, да? Да, их можно пускать по всему телу. Они могут у тебя ходить в ноги. Я какая-то мудра садила. Они могут уходить из тебя вправо, влево, в плечи, вниз, вверх. И вообще сами... У тебя, да, уже лучше, кстати, получается. Так, давайте я тут постою. Нет, 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 давай, ты меня еще учи. Я подняла волну, я порепетирую. Ее везде можно пускать. Еще одна очень немаловажная деталь базовых движений электрик буги – это паппинг. То есть паппинг – это что такое? Звучит очень интересно, я покажу. Это когда мы моментально, секундно сокращаем и расслабляем мышцы. Кажется, что нас бьет током. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. При этом эти все движения можно комбинировать. И все это в ходе этой комбинации получается, называется электрик буги. Давай я тебя током ударю. Нет, давай. Чувствуешь, чувствуешь? В мышцах должно быть резкое сокращение. И раз... Ты что, в зал ходишь? Ну. Так, сейчас не хвастайся мышцами своими. Давай. Давай. Вместе. И что, она просто напрягается. Резкое сокращение, да. Тебя как будто бы током ударило. При этом ты должна чувствовать, что твое дыхание сбивается. Ага. А теперь без меня. Лучше со мной. Мне смешно. Итак, да. Давай еще раз волну попробуем. И еще пару электрических ударов. И типа давай. А потом мы это все совместим. О, поехали. Итак, волна в одну сторону. И в другую сторону. А теперь... Пап. 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 Еще. Пап. 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 А теперь, друзья, вашему вниманию представляем танцевальную импровизацию от Екатерины Леоновой. А чего только я-то? Давай ты. Пф. Пф. А ты можешь передавать импульсы второму танцору. Понимаешь? Пф. Вот так вот. Да, я поймал. Вау. И поехали уже. И, кстати, еще одно очень известное движение, которое ты точно знаешь, называется лунная походка. Это все взялось оттуда же. Да, да. Давай мы с тобой походим по луне немножечко. Она все умеет. Ты почему говорила, что ты танцевать не умеешь? Я скромничаю. Получается. Ну да. Слушай, Рома, классно. Все. Я надеюсь, что вы повторяли. Если у вас получается, присылайте ваши видеозаписи к нам в комментариях. Мы посмотрим. Мы будем смотреть. И вы тогда точно сможете посоревноваться с Екатериной в любом из стилей танца, потому что она сегодня прям большая молодец. Да, Рома, тебе спасибо. Было весело, было познавательно. Я буду с нетерпением ждать еще твоей рубрики, чтобы еще немножко поднимать. Я думаю, что наше тело способно на большее, чем мы думаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.